Привет всем! Это коротенький фокс-блогик. Такая история. Есть среди мужиков миф ходит. Я не знаю, первый раз о нем как раз и услышал, что есть кобели. Половина из них нетрадиционной ориентации кобели. Не важно какая порода. Я забыл рассказать о приколе. Еще, наверное, летом случился. Иду я мимо подъезда. Сосед такой говорит, поздоровались, все разговариваем. И тут он, говорит, собаку гладит. Джин спокойно говорит, смотри, там по спине не трожь. О, говорит, сейчас я проверю. Он сказал покороче, не традиционной ли твой пес ориентации. Я говорю, ну не надо. А у меня Джин на палатке был. А я думаю, смотри, был укусит. А ничего, говорит, укусит, так укусит. Гладит, гладит. Он рычит. Сейчас, ну это же я. Вот так вот он гладит. А Джин порыкивает. Он так берет его вот так вот в нахуй. О. Вот. Ну сейчас вам не слышно, Джин рыкнул. Ну это на меня. А на него он заречал и сразу развернулся и по классному возле рук. Типа предупредил, смотри, ты что творишь. А я лежишь на палатке еще. Ого. 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 Все. Твой, говорит, нормальный, говорит. Молодец. Не вот то слово. А говорит, а мой, наверное, дает. Потому что, говорит, вот так делал и молча. Ну, я считаю, что это, конечно, бред. Потому что, просто, наверное, его песик был более покладистый. Ну, вот он. Он утверждал, что даже видел, как его кобели тягали. Ну, это не значит, когда кобель делает садку на кобеля. Собачники, кто опытный, знают, что это такое значит. Ну, а вам расскажу, если вы не в курсе. Это просто они так, ну, показывают, что я, типа, испытывают, кто главнее в этом, в таком направлении. Ну, никак не значит, что они прямо это будут делать. Все. На этом все, ребята. Пока.